Моя история про Америку начиналась очень давно, еще в Белоруссии. А когда еще лет в 16 я подумала, что все-таки я хочу жить в теплых местах, в теплых краях. Для меня почему-то это было очень критично важно, не носить зимой очень много одежды. И стал выбор в тот момент поехать в Австралию или в Америку. То есть я считала, что это только две единственные страны, которые достойны названия теплых краев. Отец вообще как бы купинец, поэтому фамилия такая Гонсалес. Он поехал по обмену, когда-то было в советские времена, учиться туда. И там остался нашего мать и так далее. Говорящее население здесь не понимает, почему я не говорю по-испански. А я не говорю по-испански, мы дома говорили только на русском, потому что нужно было, чтобы отец учил русский. И они обижаются, прям очень сильно обижаются. Они со мной говорят на испанском. И я раньше не знала, что с этим делать. И я прям искала ответ у отца, спрашивала, что, как с ними иметь, потому что они сердились даже на меня. И я нашла решение, я начала говорить с ними по-русски. И они сразу понимают, что это не их родной язык. Я по профессии вообще ветеринарный врач. И почему решила не оставаться? То есть я изначально знала, что я не буду оставаться в Беларуси по профессии, а профессию выбирала, потому что мне это очень нравилось. То есть я до этого с 16 лет профессионально занималась собаками. Как кинолог, ездила на международные выставки. И тут уже у меня не было выбора, скажем, такого. То есть зов сердца, значит, ветеринария была. Не рассматривала Кубу, потому что, в принципе, тепло это не значит просто тепло. И в Африке тепло. Но хотелось бы еще, чтобы уровень жизни и уровень экономики был достойный. Потом была Австралия, и поэтому была Америка. Австралия, потому что она в тот момент, с 10 лет назад, вообще была развивающая страна. Я очень приветствовала ветеринарных врачей. Прям вот приветствовала с флагом. И Америка. Потому что все говорили, что это страна возможностей. Как она там, никто не знал. Приехав в Америку, я пошла работать. Как раз был 2009 год. После кризиса работы не было. Если пойти на Холливуд бич, идешь, там тишина. Людей вообще не было. Я когда приехала, я думала, это так всегда. Мне говорят, нет, так и сезон или еще что-то. Блин, вообще, где народ? Пляж пустой, как после урагана. И началась первая моя работа в гостинице Хилтон на уборках. И поработав там где-то полгода, я поняла, что я не хочу работать на кого-то. Что мне это тяжело. Почему-то такое кардинальное решение. Что нужно делать какой-то свой бизнес. Так родилась компания Тибибай. Это посредническая компания. Если вы знаете, там, Шапатам, Бандеролька. Такие компании большие, которые помогают людям, находящимся в наших странах, покупать товары в Америке и отправлять им. То есть вот такой вот вид бизнеса. Начали мы ВКонтакте, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это было так интересно, потому что сразу буквально пошли люди. Это было прям пик в то время. И очень быстро, где-то за полгода мы разрослись так, что нам понадобилась платформа и веб-сайт, которые уже бы автоматизированы все процессы делали. Люди думали, что у нас склады. У нас была малюсенькая комната, забитая коробкой. Это было очень тяжелое время, когда работа была на двух работах. Ночью я работала в хардроке в казино. Утром я приезжала в 3 часа с хардрока, как раз просыпалась наш временной пояс. И садилась где-то до часов 12 дня, значит, работала с клиентами, отвечала им, спала 2-3 часа и обратно. И так длилось где-то полтора года. И вот когда были выходные, это был такой нереальный кайф поспать. 8 часов, это все, это просто был отпуск. Вот это реально было очень-очень тяжелое время и моральное, и физическое. Когда мы уже не имели места даже, куда ставить коробки, мы решили открыть почту, так как мы в тот момент знали вообще все, что можно знать только про отправку. Как сэкономить, как правильно паковать, как красиво паковать, как обойти нюансы с таможнями и так далее, и так далее. Естественно, открыли почту, чтобы наш склад сам себя платил. Мы фокусируемся на малом бизнесе. Человек, который владеет малым бизнесом, придя к нам, мог получить все необходимые ему услуги. То есть это от печати, фотографии, если на паспорт, материальные заверения, отправка и так далее, визитки. То есть практически все, что надо. И вот мы сейчас перешли на стадию, когда почта превратилась во франшизу. И мы сейчас как бы продаем франшизные юниты, помогаем людям открывать такой же бизнес, зная все, пройдя от нуля и до конца. Были дни, когда приходилось ночевать на почте, потому что не было ни жилья, ни денег, потому что все эти переходные периоды, когда ты открываешь новый бизнес, тебе нужно дать там аренды три штуки, там депозит, еще что-то, еще что-то там, ну ты за три месяца. И вот все. А ты все вкладываешь и вкладываешь, и вкладываешь, и вкладываешь бизнес. Но, конечно, это стоит того. И это ключевой момент, наверное, всего, что есть и в эмиграции в Америку. То, что я вижу среди своих знакомых, то, что я вижу сама по себе. Это то, что если ты готов и хочешь работать, то здесь бесконечные возможности для твоего роста. Главное, чтобы ты сам, скажем, морально, эмоционально был готов принимать эти возможности. То, где я сейчас, и то, кем я, на путь, который я сейчас стала, я сомневаюсь, чтобы я вообще каким-то образом пошла в этом направлении в Беларуси. Я за это очень люблю Америку, именно, что ты никогда не знаешь, с какой стороны вот это вот ты себя найдешь. Это для меня, я понимаю, что в Беларуси я бы никогда это не смогла сделать. Потому что здесь нет такого сильного гнета и ограничения, скажем, например, со стороны государства и общества, что ты кому-то что-то должен или должен куда-то идти. И что, например, если брать государство, ты четко знаешь, что примерно те правила, которые есть, они уже будут очень много лет примерно так. Если что-то поменяется, это будет очень поверхностно и не сильно резко. В моей стране, например, в Беларуси, там менялось, могло бы на следующий день. Вот он проснулся, ему что-то не понравилось, и сдал закон там, и все. Вот слушая моих знакомых, которые там сейчас, ну, достаточно понимаю, что это именно так. Вот как человеку захотелось, так и сделано. Поэтому, ну, вот это не было бы никогда возможным для меня быть в стольких сферах, пройти столько, и вот наконец сказать, окей, оказывается, я вообще хочу вот это по жизни делать. Я вообще человек, если можно сказать, все, что для меня важно в жизни, это семья. То есть вот у меня есть там ребенок, мой любимый человек, и вот это вот как бы единица мира для меня, да, вот как бы центра ядра. Если говорить о семье, то у меня всегда была мечта иметь пятеро детей. Двое-трое своих и двое усыновленных. Вот я считаю, что усыновлять надо, и вообще такая глобальная как бы мысль всегда, что если каждая семья, которая в состоянии как бы обеспечивать себя и кого-то еще, усыновит ребенка, нужны ли будут детские дома. Вот поэтому глобально вот такие планы, купить красивый большой дом, и жить там счастливо со своей вот такой вот большой семьей, принимать гостей своих, всю остальную свою семью и путешествовать.